Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня с рабочей поездкой в нашей республике находится председатель созданного по поручению президента России фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. В ходе встречи с главой Карачаева Черкесия она высоко оценила выстроенную в регионе систему поддержки участников СВО и их семей. Анна Евгеньевна особо отметила чуткость коллектива фонда, в том числе и работающих волонтеров. Рашид Семрезов отметил, что действительно искренность и неравнодушие и внимание отличает сотрудников филиала фонда. Наши ребята ждут от нас поддержки во всем и мы будем обязательно и дальше наращивать выстроенную работу, улучшать оперативно, решая все вопросы, добавил глава республики. Поблагодарив Анну Цивилеву за оказанную помощь и поддержку и выразил уверенность, что совместные усилия позволят бойцам восстановить здоровье и вернуться к привычному образу жизни и стать активными членами общества. Уютный, гостеприимный, чуткий, отзывчивый. Это еще и те кадры, которые у вас там работают. Безусловно, под руководством такого чуткого опытного руководителя, сам по себе коллектив, он очень профессиональный и ни одно обращение не остается без внимания. Кроме того, что наш фонд оказывает помощь и поддержку демобилизованным ветеранам специальной военной операции, людям, которые же уволены, вернулись домой к мирной жизни, семьям погибших бойцов. В филиал обращается очень много и семей участников, и самих участников, которые приходят в отпуск и для них требуется решение той или иной задачи. И, конечно же, все сотрудники, очень чутко понимая, что этих людей все равно нельзя как-то перенаправить куда-то, помогают им решать эти задачи. Выходят на Министерство обороны, выходят на военкоматы, комиссариаты, организуют сбор документов как раз в военно-врачебных комиссиях, то есть тех справок документов, которых ребята не могут добиться из-за неких там бюрократических проволочек и долгого пути. Поэтому берутся за любые задачи. Организована хорошо медицинская служба, психологи медицинские работают, это тоже очень важно. Мне приятно, что филиал открыл свои двери, и там работают и волонтерские организации, комитет семей воинов Отечества с вдовами, с матерями погибших ребят, работают очень плотно. То есть именно такое использование и объединение всех сил, всех ресурсов в области, которые дают возможность эффективно решать поставленные задачи. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете, потому что мы понимаем, без межведомственного взаимодействия, без поддержки органов власти, работа фонда не могла бы быть столь эффективной. Мы с первого дня органы государственной власти, органы муниципальной, законодательной власти, а самое главное, люди собрались вокруг того, чтобы решать оперативно, решать искренне те проблемы, вопросы, которые сегодня есть у семей наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня черкесы всего мира отмечают День репатрианта. Эта особая памятная дата была установлена четверть века назад в память о массовом возвращении на историческую родину первой группы этнических адыгов, проживающих в Косово, в связи с началом военных действий на территории государства. Накануне общественное движение АДГХС Черкесский парламент организовало праздничный вечер для репатриантов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Фатима Даурова подробнее. Сегодня более пяти тысяч репатриантов проживают на территории Российской Федерации. 35 из них нашли свой новый дом в Карачаево-Черкесии. На родину предков возвращаются не только те, кто попал в трудные жизненные условия. Все больше соотечественников находят дорогу домой по зову сердца и души. Посильная помощь на уровне правительства республики, черкесских общественных организаций, в частности АДГХС, Черкесский парламент, по защите права и интересов черкесского народа и, конечно же, простых людей, откликнувшихся на нужды соотечественников, способствовало быстрой социализации и адаптации к новым условиям проживания. Убегая от ужасов сирийской войны, Бусейна 7 лет назад впервые вступила на землю предков. Вместе с ней была ее мама. Сейчас она живет в Ауле Алибердуковской, успела освоить русский язык на разговорном уровне, нашла работу и полностью погрузилась в новую жизнь. Встреча в офисе АДГХС прошла в очень уютной семейной обстановке. Здесь все уже давно знают друг друга, в курсе всех событий, происходящих в семьях репатриантов. Али Асланов в приветственном слове обратился к соотечественникам и поздравил с такой значимой датой для АДГов всего мира. Участники встречи также поднимали круг вопросов, касающихся их жизни и деятельности, на них давались ответы. Репатрианты делились успехами в работе и учебе. Сегодня в офисе АДГХС собрались, пообщались, обсудили, какие у нас есть проблемы, как они живут. Они на сегодняшний день практически все, кто вернулся, уже имеют российские паспорта, есть жилье. Многие вышли замуж, женились, есть дети, учатся в учебных заведениях, кто в садик ходит. Все обустроены. Начавшийся 25 лет назад процесс репатриации вывел на новый уровень связи между адыгскими сообществами разных стран. Именно 1 августа 1998 года первая группа переселенцев пересекла границы России и прибыла в республику Адыгея. По их следам и сегодня черкесы продолжают возвращаться домой. Фатима Даурова, Белла Мамхягова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. Предупредить значит предотвратить. В Карачаево-Черкесии проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, влияющих на статистику аварийности в регионе. Информационно-пропагандистская акция, призванная повысить культуру безопасного поведения как водителей, так и пешеходов, прошла в Черкесске. Ахмат Халкевичев продолжит тему. Непредоставление преимущества пешеходам на переходах, а также нарушение правил самими пешеходами, является одним из главных факторов, влияющих на статистику дорожно-транспортного травматизма в регионе. Пешеходы не обращают внимания при выходе на дорогу, плюс невнимательность водителей. Пешеходу предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Цель профилактических мероприятий – доведение до всех участников дорожного движения необходимости взаимоважительного поведения. Печально на самом деле, что с той стороны что стоит, что с водительской стороны очень часто не пропускают, или, скажем так, если пропустил, это потом машина улетает в полный газ. Ну и также с стороны пешеходов это очень некрасиво бывает, ну у нас есть такое, как будто на дефиле он идет, или, если к пошелым людям, которые еле ходят, ноль вопросов, человек с какой скоростью может с такой двигаться. Но многие переходят дорогу, как будто бы это не опасное место, а в парке он гуляет. То есть это абсолютно неправильно. Невнимательность водителя, особенно в городской среде, может обернуться весьма трагическими последствиями. Но и пешеходы, в свою очередь, своим преимуществом обязаны пользоваться исключительно в предусмотренных для перехода местах. И то лишний раз убедившись, что им это преимущество предоставляют. Наиболее частой причиной является то, что люди, переходя пешеходные переходы, особенно молодое наше поколение, переходят в наушниках, то есть не видят и не слышат приближающийся транспорт, звуки, звуковые сигналы. Либо находятся в это время в гаджетах, то есть в социальных сетях и так далее. Это тоже отвлекает внимание, кстати, и водителей тоже. Нахождение в гаджетах, это тоже является нарушением, за которое предусмотрен штраф. Это для водителей, для пешеходов. Транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Необходимо время на реакцию водителя и на тормозной путь. Поэтому, прежде чем вступать на пешеходный переход, необходимо убедиться, что машина имеет возможность остановиться. Нередки случаи, когда машина на одной полосе останавливается, ну а в соседней водитель, не видя пешехода, продолжает движение. Такие ситуации очень опасны и, к сожалению, приводят к печальным последствиям, делятся полицейские. А вот в неположенных местах пешеходы часто переходят? Регулярно, постоянно. Какие сложности они для вас, как для водителя, в свою очередь, создают? И насколько эта проблема остра в нашем городе? Ну, бывает, просто выходят из-за объектов каких-то, из-за машин припаркованных, допустим, ну или если это глухая машина, высокая, то есть фура или автобус. То есть это, когда человек выглядывает, это прям может привести к печальному исходу. Не успеешь остановиться, или если успеешь, ну, соберет сзади тебя идущий транспорт. Тоже ни для кого это нехорошо. В условиях современного транспортопотока от беды может оградить крайне высокая бдительность как водителей, так и пешеходов, уверен полицейский. Ну а, как известно, повторение мать учения. Если не изменяет память, 500 рублей за пешеходный пешеход, когда в неположенном месте переходит. И все, ну, смешно. Профилактические мероприятия стартовали около одной недели назад. И в силу сохраняющейся непростой обстановки продолжатся до особого распоряжения. Полицейские будут вести особое усиленное дежурство вблизи пешеходных переходов с нерегулируемым перекрестным движением. Ведь именно на таких перекрестках резко возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Работа как бы ведется у нас не только в рамках дополнительных профилактических мероприятий, специальных профилактических мероприятий, но и каждодневно на маршрутах патрулированных. То есть само присутствие сотрудников недалеко от пешеходного перехода, это уже дисциплинирует водителей. То есть наличие патрульного автомобиля в зоне видимости водителей, они как бы понимают, что если они не предоставят преимущества, то наступят последствия. Вот как бы уже срабатывает инстинкт, что это если сделать на виду, то обязательно наступит наказание. То есть как бы в этом случае они считаются наказанием неотвратимыми. Результатом проводимой работы должна стать выработка полезной привычки у водителей на уровне рефлексов сбрасывать скорость заблаговременно. Ахмат Халкечев, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь-гроза. Днем в отдельных районах сильная дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14,19, в горах местами плюс 8,13, в днем плюс 26,31, в горах местами плюс 18,23. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременная дождь-гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17,19, днем до плюс 30 тепла. Карачаево-Черкесии продолжается реализация проекта «Культпоход». В его рамках участники посетили Шаанинский храм, уникальный памятник монументальной архитектуры классического византийского стиля, относящийся к исторической Алландской епархии. Гостям рассказали, что он возведен в конце 10 века. Дети и их родители успели посетить Сауран, музей-памятник защитникам перевалов Кавказа, картинную галерею и краеведческий музей, древнейшие храмы, а также мечети Карачаева-Черкесии. Напомним, проект «Культпоход» реализует Центр «Добро детям» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта не просто через комплекс мероприятий показать сумму многогранности и разностороннести к культуре нашей республики, но и вовлечь родителей через детей в общественную и культурную жизнь региона. Всего проект охватил 40 детей и 20 родителей. Все они прибыли из Донбасса и освобожденных территорий Украины. Сегодня в стране отмечается День образования службы специальной связи России. Как осуществляет свою деятельность одна из системообразующих организаций российской экономики в Карачаево-Черкесии, расскажет Али Баташев. Каждое утро рабочей недели Андрей Сорокин приезжает в здание, расположенное в Черкесске по адресу Пятигорское шоссе 22. Общий стаж его работы в спецсвязи 5 лет. Служебный транспорт во дворе предназначен для решения главных задач ведомства. Перевозка секретной корреспонденции, драгоценных металлов и денежной наличности, наркотических и психотропных веществ. Для доставки корреспонденции груза в спецсвязь используют собственный автотранспорт, в том числе и бронированные автомобили, а также транспортные средства, в которых поддерживается определенный температурный режим на протяжении всего маршрута. Перевозка осуществляется как по региону, так и по всей стране. А услуги оказываются государственным структурам, бюджетным и коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и другим физическим лицам. Спецсвязь имеет широкую филиальную сеть по всей стране. Это 77 управлений, 138 отделений и пунктов. Перевозимый груз может быть живым. В частности, если вам необходимо перевезти лошадь, не опасаясь за ее сохранность, то в спецсвязи есть для этого все условия. Вооруженная охрана и специальный транспорт. Кстати, услуга перевозки чистокровных лошадей есть только в Карачаево-Черкесии. Грузы на всем пути следования сопровождаются сотрудниками-фильдегирями, вооруженными служебными оружием. Государственный статус компании – это высококвалифицированный персонал, современная материально-техническая база, инновационные цифровые решения и высокие стандарты безопасности. Пользуя случаем, хотел бы поздравить сотрудников, всех работающих, пожелать им здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Главный принцип работы предприятия – полная сохранность перевозимых отправлений и их своевременная доставка. За все время работы филиал управления спецсвязи в Карачаево-Черкесии показал хорошие результаты и является надежным поставщиком транспортно-логистических услуг, гарантирующих сохранность веренного груза. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия. 23 года в эфире. 1 августа 2000 года телезрители увидели информационную программу с новым названием – «Вести Карачаево-Черкесия». Более двух десятков лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные, спортивные события. «Вести» стали визитной карточкой нашего телеканала. Над каждым выпуском «Вести» работает целая команда. Операторы, корреспонденты, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Программа «Вести Карачаево-Черкесия» выходит в эфир несколько раз в день и в разное время. А также с учетом специфики регионального телевещания, ведь только на нашем канале 5 национальных редакций и «Вести» говорят на разных языках республики. А начиная с этого года один раз в день в эфире, канала «Россия-24» выходит и выпуск «Россия-24. Карачаево-Черкесия». Это все «Вести» на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ловец снов». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин